Добрый вечер, девочки. У меня глажки накопилось, я же все бегаю, все рыскаю, как совраска. То туда, то сюда, то еще куда-нибудь. Откуда вы столько энергии берете, Елена Павловна? Как откуда, девочки? От правильного питания. От правильного питания. Потихонечку, потихонечку. Вес мой сбавляется, девочки. Вот, то, что я вам показываю, я это все ем на самом деле. Но ем, девочки, в ограниченном количестве, в ограниченном, девчонки. Все, в кафе я теперь не заказываю первое, второе, третье, салатик, мясо, там еще что-то. Беру что-то одно, беру что-то одно и чай, и дома так же стало поменьше кушать. В общем, самое главное условие, девочки, не всякие ппшки, макешки. Самое главное, девочки, поменьше жрать. А делать сегодня джинсы, на которых был ремень, девочки, на самом последней дырке. Я эти джинсы не носила, ну, с осени, наверное, девчонки. Может, с лета. И сегодня решила их на себя натянуть. Я спокойно, девочки, в них вошла. Из последней дырки, девочки, я перешла на третью. На третью. Вы даже себе не представляете. Я специально, девчонки, не худею. На диетах ни на каких не сижу. Там сейчас мои закричат, как ненормальные. А как же шпротная диета, как же слюнки всякие. Ничего подобного. Короче, девочки, надо поменьше есть. Я стала есть два раза в день, я вам уже говорила. И все нормально, никакой тяжести. Легкость во всем теле. Легкость в движении. Легкость в мыслях. Ну, ничего страшного. Там слова забываю иногда. Ничего страшного. Вот. Вот такие дела, девочки. А я что-то, знаете, это... И вспомнила... Ой, вспомнила, девчонки, почему я не сижу ни на каких диетах. Почему я это... Ну, ограничивать надо, конечно, себя. Но иногда, девочки, можно. Когда хотите, можно себя побаловать. Всем, чем хотите. Всем. Единственное, что не надо наедаться до потери пульса. Чтобы тяжесть была в желудке. И чтобы еще хотелось. Все, съели. Посмотрели. Осталось. Ну, и черт с ним. И все. У меня просто была знакомая. Очень молодая, красивая женщина. Очень молодая. Ну, по моим меркам, она младше меня. Допустим, лет на десять. Вот. Лет на десять. И царствие небесное. Четыре года назад. Или пять лет уже. Уже девочки даже сбилась. Наверное, года четыре. Назад умерла. Красивущая. Фигурка точеная. Голубые глаза. Всегда улыбается. Всегда на позитиве. Никогда ни с кем не конфликтовала. Такая я была хорошая женщина. Ну, немножко не везло ей в любви. Как бы. И вот замучила себя всякими диетами. Замучила. То ничего не ест. Потом обязательно. Как суббота, воскресенье. Это уже не родители. Она жила с родителями. Хотя у нее была квартира. Потом расскажу, как она ей досталась. Вот. Хотя, жила с родителями. Вот. Мама мне рассказывала. Как суббота, воскресенье. Так все. У нас, говорит, начинается. Она не вылазит из ванны. По три, по четыре часа. И все делает себе клизмы, 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 клизмы. Все очищалось. И вот сорвала себе все. Сорвала кишечник. Все сорвала. И все, девочки. И умерла от рака. Рак уже метастазы пошли. В общем, мало хорошего. Вообще. А мы с ней познакомились. Она пришла ко мне. По работе. Через общую знакомую. Познакомились с ней. Вот. Очень рано она вышла замуж. Очень рано. Прямо в школе, по-моему, в десятом классе. Тогда десятилетки были. Она родила от своего одноклассника. Одноклассника, сыночка родила. И что-то недолго с ним прожила, но в соседних домах. Он жил с мамой, с бабушкой. Неблагополучная семья потом стала. Родители начали пить. Вот. И она ушла к своим родителям. И вот этого сыночку, детственный внук, сынок. Они его подняли. Нормально жили. Прямо хорошо жили они. И все. И сколько она не пыталась построить потом семью, так у нее не получалось. Вот. Вот. Она любила мужчину одного женатого. Очень сильно преданна была ему. У них взаимная была любовь. Ну, обстоятельства такие, что, знаете, не все девочки могут уйти из семьи. Вот. И не женщины, и не мужчины. И так вот всю жизнь. Он ей здорово помогал, конечно. И на работу ее устраивал. Устроил к себе. И такие отношения хорошие у них были. Сильно переживал он, когда она умерла вообще. И вот она пришла ко мне и говорит. Я, говорит, узнала через общих знакомых, что у моего бывшего мужа сначала умерла бабушка. Пили они сильно. Трёхкомнатная квартира была в соседнем доме. Вот. Соседи, видимо, пришли соседи и сказали, что ты смотришь. Там, в общем, Виталька уже это... Окучивают со всех сторон. И она пришла, помоги. Помоги мне. Потому что, говорит, там уже вроде поменяли дверь железную, поставили в квартиру. Его не выпускают. Опускают, делает приватизацию этой квартиры или уже сделали приватизацию этой квартиры и документы отдали на регистрацию уже в рекпалату. Всё, новые собственники. А Виталька, этот... Этот Виталик, он в квартире у них. Они его паят до потери пульса. Вот. Спаивают его. И, в общем... А документы делают. Я, значит, говорю, ну что, давай. Потому что надо что-то делать. Давай. Мы с ним берем этого мужчину ее, бывшего мужа. Берем, везем в регистрационную палату. Пишем заявление. А нет, девочки, дело было не так. Дело было не так. Вот что получилось. Думаю, как? Я уже забыла. Уже прошло много лет, я забыла. В общем, эта соседка спасла ее бывшего мужа. Они поставили дверь на дверь, железную дверь. Не такую, как сейчас ставят, а раньше, помните? Просто такая металлическая железная дверь. Такой вот. С заводским таким ключом. И их не было день или два. Их не было. Все, они его не выпускали из квартиры, закрывали и не выпускали. И он не мог выйти. И их не было день или два. Он, видимо, пропился. Пропился. Пока сходил, пока в пьяном угаре, видимо, ничего это не понимал. А тут вышел на балкон. Его увидела соседка и сказала, ну-ка, иди сюда. Что там у тебя? Он говорит, да я сам ничего не понимаю. Что там у меня? Айда перелазь. И она его спасла. Все, он перелез к ней и прибежал к ним. Раз в соседнем доме живут, прибежал к ним. А у них отношения были нормальные. Но он пьет и пьет, что они живут. Отношения нормальные. И свекор ему говорит, так, быстро садись в машину. Отвез его в гараж. А гараж у них хорошо был оборудован. Отвез в гараж его и все. И эти черные риэлторы его потеряли. Два амбала, два мужика, два амбала таких. Они его потеряли. Все, был Виталька и нету Витальки. Пошли по соседям. Соседи никто дверь не открывает, никто ничего не знает. Вот. И в общем, она пришла ко мне, что делать, что делать. Я говорю, ну, собирай его. Собирай, поедем в регистрационную палату. Будем накладывать арест на действия, на все заявления будем писать. Чтобы никто там не приватизировал квартиру без него. А у него ни паспорта, ничего не было. По-моему, ни паспорта. Как же мы делали? Девочки, я уже не помню. Где же он взял паспорт? Паспорт, по-моему, мы восстановили. А в регистрационную палату мы ездили. В регистрационную палату мы ездили, по-моему, со справкой. С паспортного стола, со справкой. И со справкой с РВД. Да. А в регистрационной палате сразу, как только привозят такого человека. Вот, регистрационная палата просто не имеет права не принять заявление. И все, мы написали заявление, что с этой квартиры никакие действия не проводить. И все, и стали его скрывать. Стали его скрывать. Он пожил. Там, по-моему, не знаю, сколько, девочки. Сколько он в гараже. Потом они его в какую-то квартиру перевезли. Пока все документы делали по квартире. Потом сделали документы по квартире. И эту квартиру разменяли на две полуторки. На две однокомнатные квартиры. Значит, одна квартира. Нет, на однокомнатную квартиру сыну. Вот как сделали они. Однокомнатная квартира сыну. Сын был несовершеннолетний, по-моему, еще. Или ему лет 16 было сыну. Вот. А ему там долги по квартире были. Прямо обалденные долги были. Очень большие долги. А ему, по-моему, комнату. Комнату в трехкомнатной квартире. Хорошая квартира. Рядом с заводом. Он устроился на работу. Его одели. Вот. Стал работать. Пить бросил. Ну. Переконючил, в общем, девочки. Бросил пить. А эти все бегали. Черные риелторы все приходили. Вылавливали их. Вот. Разборки устраивали. Ну, ничего у них не получилось. Ничего не получилось у них. И, в общем, он начал работать. Хорошие деньги начал получать. Покупать все. Там музыкальный центр купил. Холодильник там. Диван. Не мог нарадоваться. Я его встретила. А он такой, прямо, разовощекий стал. Ну, знаете, когда мужики не пьют. Хорошо одет. Хоть и внешний вид уже там же. Желает лучшего. Но факт то, что более-менее. Более-менее. И так пожил он, девочки, наверное, года два или три. И стал ходить. Ну, как около дома. Киоски вот. Знаете. Идешь там пиво. Киоски. Сигареты. Все. Он стал ходить. И там одна такая работала. Прожженная такая деваха. Деваха. Даже не деваха, а женщина. Женщина. И она его быстро охомутала. Все. Начали пить. Она перебралась к нему жить. Год прошел. Уже в квартире ничего не было. Вот. Уже не было никаких музыкальных центров. Уже в квартире ничего не было. Все было пропито. А у этой женщины еще двое детей. Несовершеннолетних. Она этих детей бросила. На родителей. Там на мать. Или на кого не знаю. И все. И все пропили. А потом уже перестала его пускать. В свою комнату. Он уже там на лестничной площадке спал. Она водила туда. Мужиков. Каких хотела. Это быстро все. С работы его уволили. Жить стало не на что. И все. А эта женщина. Бывшая жена его. Она это. Все комнаты. Все квартиры. Все оформила на себя. Все оформила. Потому что все равно все пропьет. Зачем это надо. И она говорит. Ну что. Что делать. Долги за комнату копятся. Я не знаю что делать. И мне вроде это не надо. И с другой стороны. Он же все пропьет. Потом все равно придет к нам. Давай купим ему комнату поменьше. В другом районе. Она уже тогда болела. Она тогда уже заболела раком. Вот. Тратила деньги большие. На лечение. На все. Купила ему комнату поменьше. Отселила его в другой район. Мне был благополучный. А здесь в центре комната у меня была. И это за ним поехала. Продавщица-то. Тоже за ним поехала. Она уже тогда в киоске не работала. Уже нигде. Бичевали они. Переехали туда. Там вздревели все. Жители коммуналки. Кого тут? Вы тут нам подселили. Там драки. Ужас. Чуть ли не убиваки уже. И ведь она прицепилась к нему. Прямо знаете. Мертвым грузом. Но он спокойный такой парень. Мужчина спокойный вообще сам по себе. А она такая-то торговка. Такая взбаломошная. Орет. Бьет все. Крушит. Это вообще ужас какой-то. И все. И что делать? Она значит продает эту комнату. И покупает им дом в деревне. Небольшой домик покупает в деревне. И отправляет их жить в деревню. И все. И вот так вот люди сбиваются. Там детектив целый. Это вообще с погонями. С браками. С разборками. В общем, начала с похудания, с голодания. И вот она все хотела. Все хотела быть стройной. Все стройненькая. Сама такая прямо красивая женщина была. Худенькая. Фигурочка точеная. Такая приятная. Ну вот так вот жизнь повернулась. И что сейчас с этим ее бывшим мужем? Я даже не знаю. Не знаю, как он там устроился. Но кто-то говорил. Она перед смертью. Мы с ней встречались. Она говорила, вроде доживут. Вроде там в поселке ходят. У кого что делают? Там огороды копают. Дрова рубят. Вот и до последнего все. Никто не знал, что она болеет. Просто чувствовала себя. Неважно. Потом уже. Сначала на химиотерапию все. Бегала. Потом уже химиотерапия. Плохо чувствовала себя после химиотерапии. Еще вот так вот. Вот так, девочки. Вот вам ппшки. Я думаю, что это вот пп. Это все-таки провоцирует все вот эти вот заболевания. Почему говорят эндокринологи, что худеть нельзя? Вот мне вы говорите, чего вы не похудеете? А мне эндокринолог сказал, что меньше 90 килограмм вам худеть нельзя. Потому что девочки, которые сбрасывают сразу по 25-30 килограмм, в моем возрасте, гормональная перестройка, где прошла, начинают вылазить всякие болячки. Просто нужно кушать поменьше. Вот и все. И будете себя чувствовать прекрасно. Так. Так рубашки наглажены. Ой, девочки, самую главную весть вам не забыла сказать. Кубанский государственный университет прислал персональное, официальное приглашение Левочки на второй и на третий тур Олимпиады по обществознанию. Вот так вот, девочки. Вот как учится мой мальчик. 8 человек всего Кубанский университет пригласил. Для второго, для третьего тура. Поэтому, девчонки, пожелайте удачи Левасику. Это очень серьезное мероприятие. Второй тур. Третий тур выступления передаю аудиторией. Подготовка. Да. Он волнуется. Ну так, по-хорошему волнуется. Потому что, как бы, урока задают много. Он говорит, я бы вместо этих уроков, допустим, два дня бы готовился к Олимпиаде. Но не получается. Сообщили в школу. Он сегодня подошел к классному руководителю. Классный руководитель. Мы в курсе уже, что ты прошел дальше. На факультет психологии и государственной службы. Я горжусь своим сынком. Какой он все-таки целеустремленный. Ему все это нравится. Другой бы забил бы на это на все уже давным-давно. Я вообще прям преклоняюсь перед ночишками, девчонками, которые учатся, добиваются хороших, больших успехов. И знают, чего хотят в будущем. Лёва хочет быть государственным служащим. Хочет быть на благо России. Работать. Служить. Так что вот такие дела, девчонки. Будем надеяться. Я так понимаю, 8 человек во втором туре. Во втором туре из-за 7 останется, скорее всего, да, после человека 3-4. 3, наверное. И в первый тур, в третий тур будут допущены трое, а из троих уже там выберут. У лучшего из лучших. Так что это серьезно. По меркам Краснодара, да вообще у большого крупного города, города-миллионника, это очень серьезно, когда университет приглашает школьников. Причем десятиклассника приглашает. Михалыч, губы надул. Ноздри раздул. Отважности. Сынок, гордиться. Гордиться. Так что вот так, девочки. Так, что, нет еще? Рубашка одна. Такой выброжу листал. Купила рубашку ему, она без неприталенной. Мне ведь неудобно в ней. Неприталенной рубашке. Так что, девочки, вот такие дела. Прежде чем лопать всякие салаты с утра до вечера, траву и тут. Подумайте. Сбалансированное питание, мясо, тоже никто не отменял. Что я сегодня поела? Что я сегодня жарила рыбку? Рыбку жарила. Делала пюре. Утром я побежала, выпила чашку чая, даже не допила его. И съела бутербродик всего один. И домой обратно шла, так есть уже хотела. Думала, зайду в бомбараж, закажу тебе большую говяжью котлету. Нет, девочки, я вытерпела, я не стала заходить в бомбараж. Я зашла, купила рыбку, пришла быстренько пожарила рыбку, оставила, почистила две картошинки, сделала пюрешку. И все это без хлеба. Вот я заметила, девочки, я как без хлеба ем, все. Прямо шикарно себя чувствую. Как хлеб начинаю есть, так набираю кило двести, кило триста. А иногда, знаете, срываюсь прямо охота. Тут захотела чабату, вот прямо вот захотелось. Все, я два дня ее, наверное, ела. Купила прямо чабату, разделила, два дня ее жамкала. Чабата чабата, чабата чабата. Так что, я тут просто еще, у нас здесь районе, девушка ходит, я на нее часто смотрю, не вижу ее давно, анорексия болеет девочка, она в храм ходит почти регулярно, в таблице шоколадки все покупают, видимо уже больше ничего не может кушать девочки, один шоколад рассасывает, ноги очень худые уже, лицо уже кожа до кости, девчонки берегите себя, не мучайте себя девочки, не издевайтесь над собой, прям прошу вас, я знаю вы у меня умненькие, умные здоровые красивые, не надо прямо измываться над собой девчонки, ничего не буду есть, не ем, родители ревут, мамы плачут, парни перестают с вами гулять, будьте такие нормальные, сбитые в теле, живые, энергичные, люблю вас девочки, пока-пока.